Вот сегодня 2 февраля, я приехал в Киев, институт Строжеско, кардиологии, навестить его, Александра Захоцкого. Буду сейчас искать его, звонить. Сегодня вообще вроде как неприемный день, но он сказал, в воскресенье можно приехать. Вот этот самый врач. Сейчас будем узнавать, где искать его. Сейчас позвоню сначала ему, как второй этаж он сказал, где вход. Скорее всего может вот этот корпус уже послеоперационный, может быть нет. Сейчас буду узнавать. Я позвонил ему, он сказал, прямо сейчас выйдет на улицу. По-другому никак, наверное. Лучше бы внутри было, потому что внутри можно было почитать бы и взял с собой Евангелие. Евангельское чтение воскресное прочитали бы. А так на улице, где мы тут встанем, тут даже приютиться негде-то. Сейчас посмотрю, может какая-то лавочка есть тут или что. В Киеве тепло вообще тут. Наверное, сегодня градусов плюс 5 или плюс 7 даже обещали. Запах такой, как весна, как будто пришла. Да, этот брат принимал крещение в Потеряевке. И вот такая земля круглая, как говорится. Мы с ним встретимся тут в Киеве. Хотя сам он с Николаевской области, это на юге Украины. А пути наши тут сошлись. Как он после операции пешком будет выходить? Он принимал операцию, только была недавно у него. Понедельник, что ли. Ждем. Может, надо было зайти, сказал второй корпус. Сейчас посмотрю. Здрасте. А пришел тут проедать брата своего во Христе. Сказал сейчас свой день. Заходите направо. За нашим будинком будут ворота, где машины заезжают. Ага. Те ворота заходите, как раз проходите. Так, где написано поликлиника. Это же самое здание, только все это окриво. Это второй корпус называется, да? Второй корпус, это у двори, трехэтажное здание. А то первый корпус. Дякую, 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 буду сейчас расшукаться. Да, надо тоже. Так, оказывается, я не учел то, что второй корпус. А второй корпус немножко не здесь находится. Ну, я сейчас пойду смотреть. А вот, видимо, там Александр Цахоцкий-то и идет. Здрасте. Мы друг друга не поняли. У меня забыл, что в другой корпус. Вот такой трех оселок. Куча и зарядка. Ой, все Христос. Мир тебе, брат. В одном озере крещение, получается, принимали с вами. Да. Вот второй корпус. Да я забыл, что сказать, второй корпус. То есть, там второй этаж и запомнил, там был. Нет, этаж третий. Ну, идем. Третий этаж. Ладно. А я выбегаю, нету. Я наблю телефон. Говорит, вы не можете, у вас кончился заряд. Ну, денег кончилось. Надо пополнить рахунок. Идем, она так надо так. Я бегом ботинку и уделал. И курточку. Ну, он так не скажет, что вы прям после вот какого-то там вмешательства. Мужик стоит, говорю, у вас можно набрать? Да, я набираю этот номер. Она что-то говорит, вы не можете все. Зацитом, да что ж такое? Да я был в храме, телефон выключил звук. Борис, я говорю, и так и не включил, когда я пока сюда не приехал. Тут, а добираться всего час там. Да, когда я так приехал, не знаю, найти. Рядом. Ты там, в том корпусе, да? Да вот тут, в центральный вход. Я их не знаю, я свой еле нашел. Я сюда не выхожу никуда, там, в середине. Да большое тут, смотрю, у них мероприятие тут все. А вот там уже на лавочке, наверное, да, сейчас встать, пристать немножко. Ну вот там. Пойдем внутрь. Внутрь пойдем. Ко мне в комнате. Я заодно сниму, может, Геннадий Тихонович. Он же написал там посетить. Я говорю, конечно, прямая заповедь. Матфея, 25 глава. Долгая, да. Служба, долгая. Да, какая там, долгая. В городе быстро у нас до часа, до 11. Я посмотрел, все там причастились. Я думаю, ну все, пойду я. Ты был в городе? Не, в Борисполе. Да. Началась... В Киев отсюда? Да нет. Ну, не то, чтобы далеко быстро добираться, потому что трасса такая прямая, очень быстрая. Скажется, что на метро тут занимает очень быстрое время. Первый раз в Киеве это ничего не знаю. Я еле нашел какой-то институт. А так вы еще сами сюда приезжали, получается. Меня привозила дочка. Дочка. Нас пытают, куда вам пришли. Скажите, что мы тут... Мы просто тяжелые. Вы думали, нас обычно не подымет лифт. Тут, ага, да. Давайте я сам путаюсь. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Два проводка Электроды заходят в сердце Его оттуда вытащить А три года он обрастает Я не знаю Обрастает тканями Он имеет наверное сердце Сами электроды Они в сердце И он боялся что он не веточит Но я говорю я на вас надеюсь Я ничего вам не могу сказать Как будет так и будет Ну что он решился И во вторник Угу Во вторник же да Вы мне сами И правда Так было больно когда он вытягивал Как вроде он в сумму троги тянет Так он как вытягивал Под наркозом каким-то местным Местным да Все равно он болит Ну понятно сердце же все таки Ну все наша задача номер два Удалась Да ладно Ну так то интересно посмотреть Конечно что там в сердце Я найду его Знаешь А вот он Вот это он да можно Да Но нет электродов Они там остались Ну теперь проводки по 15 сантиметров Они заходят в сердце 15 сантиметров Ничего себе Я сюда Его запускает там Через компьютер И дальше он управляет работой в сердце Так у нем Какой-то Батарейка в нем Да наверное стоит Да Это канадский Он стоит 3 тысячи долларов Ой-ой-ой У нас сейчас такая программа есть Что бесплатно ставят Для сердечников Вот Для этого не повезло Николая Но он был не тот Который надо А там Ну видишь я села Некому за меня Руку подать Мне какую-нибудь Вставили Ага А второй Это тоже Денег то поди стоит Такие же Если не больше Да Если двухкамерный Еще дороже наверное Двухкамерный 200 тысяч гривен Двухкамерный 200 тысяч гривен Вот этому Человеку Напарнику ставили Немецкий Это у меня Франко-итальянский Вот это поставили Вот я тебе сейчас покажу Не знаю Видно Или не видно Вот Сюда его Вот Сюда его Так Так Ого А мне казалось Сердце где-то там ниже Находится Ну сердце тут Сердце Оно в другом месте А электроды сюда идут Понял От этого Сюда Электроды идут Ага Так я понял Он вставляется не в само сердце В другое место Электроды в сердце проводятся Да уже По артериям Ага Ну серьезно А потом Когда уже он Сделал А там на мониторе Видно Сердце в разреи И вот электроды Вот это вот Электроды А ваш был один И там аж С самой стенки Ну прикасался И я не мог спать Только на правом боку И себе Такие сильные толчки Боли Ну это было три года мучения Так это было После уже потерявки После крещения Ну это в семнадцатом году Вот Три года назад Ага И они подбирают Именно для меня Там частоту Там Ну такое Они то я не знаю Мне говорят Третью настройку Сделать Первая была Такая себе Первая это Заводские настройки А через день Они уже делают Под меня И было неудачно Мне плохо было Я говорю Давайте на Тут первый настрой Он поставил мне Какую-то другую И там Допустим 60 интервал Пульса Минимум 60 Максимум 110 Ну какие Я не знаю Что он означает Ну я так Немножко походил А с обеда Стрел пульса Тук-тук-тук Тук-тук-тук Тук-тук Я побежал к нему Туда В подвал Только когда добежал Он у нас стало на место Пульс Он там что-то еще Подрегулировал На 60 Это здесь уже? Ну а тут Ага Ага А через день Ну проверяют Еще не выписывают Еще швы снимают То есть его калибруют Пока он Да Подгоняют Потому что настроек Ну а люди разные Вот Ира поставил на 60 Это я на 60 Вот Три дня уже Вот так хожу А в понедельник Завтра Он мне Посмотрит Такой есть Программатор Прибор А тут Идет часа Запись Как это В компьютере Все Изменения Когда На какое время Да То есть какие-то Биоритмы человека Там сохраняются Я не знаю Ну тут ведется запись Вот это Такой маленькой Огромной информации Ну так На мониторе Все едет Ага И может там С помощью этих клавиш Задать программу другую А Это Вот это дело А по линии Вот этой аритмии Тут Раз Помощь таблеток Тут Доктора Тоже Сильные Доктора Они проверили на УЗИ Моё сердце Мне там Николая говорили У вас инфаркт Тоже УЗИ У нас такое УЗИ Допотопное Инфаркт Вы болели инфарктом Говорили не знаю Вроде нет Два раза УЗИ Два раза инфаркт А то она посмотрела Через УЗИ Ну тут такое Сильные УЗИ Прям так Удар Тоже не тот аппарат стоит Никакого инфаркта нет Не тот аппарат Там двухкамерный Представляешь В общем И эта докторша По тем Документам Николаевскому И этот По УЗИ Говорят один ответ Не тот аппарат И они приняли решение Не менять Вот И она С помощью таблеток Будем подбирать Аритмия Они Этим не убираются Это только для того Чтобы не было Преждевременной Остановки сердца Аритмия Надо с помощью Таблеток А вам никак не компенсируют Там где-то Что вам не то поставили Где-то Какое-то извинение Может принесут Что Ну Мне туда ехать нельзя У Николая Они как узнают Они меня наоборот Накрутят так Чтобы вечером Там они признат свою вину Кто это возьмет на себя Конечно Нет Не конечно Нет Так это Какой-то программе Вам это спонсируют Да Вот это все дело Ну это же Урядовая программа Я не знаю Для сердечников Николая Бесплатный Тут такие Тоже бесплатные Только я плачу за операцию Ага Здорово Хорошо Хорошо Так-то И вот я тут Нахожусь Таблетки Нам там дают Кольный день Утром Обед Вечером Тоже Сплатно Ну наверное Уходит стоимость Я когда поступал 2000 гривен Ну за Добровольная Пожарь Мне на Да Ну я понял Понял Ну вот Вот так Я сюда попал Ну это кратко Давай читаем А равно еще А режим то Как вы тут проводите Досуг то свой Когда вот не процедура Хоть это ходите Прогуливаетесь Или просто читаете Лежите сидеть Я никуда не выхожу Люди там эти Они ходят Ну они городские Они знают Там куда там Плетел парк Угу Мне там нет нужды туда ходить У меня подъем Потерялька 4,40 Угу Я себе помолился Или тут Или там коридоре Потом Процедуры Туда сюда Потом таблетки У меня режим расписанный Слава Богу Да Так что мне это Никак не влияет Если надо воздух открыть Форточку А на коридоре там Тоже серый воздух Там открыть окна Так что мне Это я сегодня вышел Ради тебя Да не вышел Потому что мне тут хорошо Ну если так Можно в парк прогуляться хотите Если хотите выйти Нет? Я никуда не хочу Хорошо А сколько времени еще будете тут находиться Вот в Киеве? А теперь я не знаю Она завтра скажет Может до пятницы Может раньше А если после то Как будете обратно добираться Николаю Если вас дочь заберет Или сестра Как вы сказали Я уже знаю где мне седать Вот тут автобус 220 номер Ага Еду в эту сторону На вокзал? Да На ЖД вокзал Киевский? Нет А нет Там какой-то автовокзал А автовокзал А Автовокзал Там такой напротив Знак такой Фабер Карошем Я там выхожу В основном здесь И там тут Такси маршрутки На Пиромайске Я туда на Пиромайске А с Пиромайска Там уже 50 км до нашей Доманилки Ну тут и порядка 500 км А 10 остановок Я понял Понял Отсюда До Гатовокзала Он там называется Что-то Я записал Ну это для меня Я его не знаю А у Доманевки У вас какие-то Может верующие Там братья есть Какие-нибудь С кем можно Ну там По-духовному Поговорить В принципе Очень-очень мало Ну как везде У меня тоже Практически А ну раз вы с интернетом А ну да Ага Центральный автовокзал Демиевский рынок Знаешь такое? Ну слышал? Слышал конечно Я же в Киеве тут С 18 лет Тут езжу тут всяко Ну не И вторая остановка Институт Строжевского Станция Смелянска Это я записал И больше я ничего не знаю И на какой автобус И считай остановки Ну сюда ехать проще Тут Севастопольская площадь Такой Какой-то Конечно лавш Да Куполовидный такой Я по нему ориентируюсь Заходить надо А так я Ничего не знаю Ну если Будет возможность Я вас и провожу Только напишите Там предварительно Если это будет Выходной день То почему бы нет Ну как я напишу Меня у нас село уже Ну как зарядите До следующего Недели Конца недели Гроши надо пополнять Я не знаю Ну я вам сам Сажусь с вами Что В чужом городе Находитесь Никого нету Тут Только бог один Тоже неплохо конечно Но когда есть Ну что-то Меня Радует Питание Очень здорово Такой Людей Наслышится Ааа Плохо Порня Да Не наоборот Ну тут нету мяса Нету рыбы А то все такое Диетическая Каша Все горячее Кусочек масла Сахар Чай Два кусочка хлеба Белого Черного Ну что еще надо В обед Два блюда Суп или фасоль Обратно Каша Или перлова Или там Ну А на ночь Дает такое Типа Типа Кожу Нас называют На украине Узвар Это из фруктов Ну узвар Как кисель Не кисель конечно Как компот Сейчас вечером Видишь И не чай И не Да я знаю знаю Такое хорошее Запах фруктов Крепкое такое Терпкое Так что Мне это Вполне устраивает Даже я так дома Не питаюсь Как тут Сейчас я могу Орегулировать Обед Там второе Оставить на вечер А потом вечером Одним словом Жить можно Так Ну все Никита Я рассказал теперь Давай твоя очередь Давайте Евангелие Тана 21 глава 15 и 19 стихи Когда же они обедали Иисус говорит Симону Петру Симон Ионин Любишь ли ты меня Больше нежели они Петр говорит ему Так Господи Ты знаешь Что я люблю тебя Иисус говорит ему Паси агнцев моих Еще говорит ему В другой раз Симон Ионин Любишь ли ты меня Любишь ли ты меня Петр говорит ему Так Господи Ты знаешь что я люблю тебя Иисус говорит ему Паси овец моих Говорит ему в третий раз Симон Ионин Любишь ли ты меня Петр опечалился Что в третий раз Спросил его Любишь ли меня И сказал ему Господи Ты все знаешь Ты знаешь что я Люблю тебя Иисус говорит ему Паси овец моих Истинно Истинно Говорю тебе Когда ты был молод То припоясывался Сам Не ходил куда хотел А когда состаришься То прострешь руки твои И другой Припояшет тебя И поведет Куда не хочешь Сказал же это Давай разуметь Какой смертью Петр Прославит Бога Толкование Блаженного Теопилакта Так как обет имел У него цель То он вручает Петру Попечение Апотца всей вселенной Вручает Попечение Не иному кому А ему Во первых Потому что Он был избранным Из всех И был устами Всего лика Апостолов Потом Для того Дабы Показать Что он Должен иметь Дерзновение Так как Отречение его Заглажено Ну это то что Петр от Христа От Рекси привезли Немножко тише Там люди отдыхают Чтобы их Понял Об отречении Не воспоминает Не порицает За он А говорит Если любишь меня Позаботься О братьях И докажи Ту горячую любовь Ко мне О которой ты говорил Что готов Умереть За меня Трижды спрашивает Его частью Для того Чтобы показать Что он столько Заботится О верующих И столько любит Своих овец Что попечение Об овцах Его Служит признаком Любви к нему Самому Частью Троекратным Вопрошением И исповеданием Врачует Троекратное Отречение И словами Исправляет Падение Бывшее На словах От сели Произошел Обычай От желающих Креститься Требовать Троекратного Исповедания После первого И второго Вопроса Петр Призывает Свидетелей Его самого Знающего Сердца Он уже Не надеется Сам на себя Не отвечает С поспешностью Но всякий раз Прибавляет Ты Знаешь Когда же Петр был спрошен И в третий раз То он смутился Не ошибочно Ли он думает О себе Что любит Тогда как быть может На деле не любит Потому что и прежде Он много думал О себе И крепости Своей Однако же Последствия Опровергли его И теперь Он убоялся Того же Потому и отвечает С благоговением Господи Ты все Знаешь И настоящее И будущее Ты знаешь Что ныне Я люблю тебя Как мне кажется Но Пребудет ли Моя любовь На последующее время Это ты Знаешь А я не стою Сам за себя Господь сказал Петру О любви к себе Предсказывать ему О мучении Которые он претерпит Говорит это с тем Чтобы показать Что если он спрашивает Его о любви То спрашивает Не по недоверию К нему Но по уверенности Что он любит Ибо как не любит Тот Который будет И замучен за него Спрашивал для того Чтобы более Обнаружить любовь Самого Петра И всех прочих Научить Что если мы Желаем любить его То должны Доказать любовь К нему По печеньям о братьях Как же предвещает Ему мученичество Слушай Когда ты был молод То припоясывался Сам и прочее Так как Говорит Ты любишь меня И не раз Обещался в опасностях За меня положить Душу свою То будь Спокоен Я исполню Твое желание Так что Чего ты Не потерпел В молодости То потерпишь В старости Напоминает Ему О прежней жизни Чтобы показать Что духовное С плотским Находится в обратном отношении В житейских делах Полезен молодой А состарившийся Бесполезен В духовных делах Напротив Подвиг блистательнее Тогда Когда наступит старость Говорит это с целью Возбудить Его любовь И воспламенить К мученичеству Намекает ему И на то Что и он Будет распят Ибо слова Прострешь руки Свои И другой Припаяшет Указывает Не на иное что Как на простертие На кресте И на узы Словами Когда ты был молод И опять Когда состариваешься Показывает Что Петр Тогда был Не молод Не стар А совершенный муж Для чего Господь сказал ему Что другой Припаяшет тебя И поведет Куда не хочешь Хотя Петр Желал мученичества И желал его Пламенно Но слова Господа указывают На сочувствие Нашего естества К жизни И на то Что душа Неохотно Разлучается С телом Ибо Бог так устроил И устроил На пользу Чтобы мы Не убивали Сами себя Посему то Никто Хотя бы и свят был Не отлагает Тело Бесстрастно Евангелист По обычаю своему В объяснении слов Присовокупляет Сказал же это Давай разуметь Какой смертью Петр Прославит Бога Иисус говорит Сказал Петру Прострешь руки Твои и прочее Давай разуметь Что он потерпит За него мучения Смерть Петрову Называет Славой Божией Потому что Страдание за него До смерти Поистине Слава Божия Ибо если душа Не убеждена Вполне Что он Есть истинный Бог То человек И не умрет За него А по всему Смерть святых Есть Подтверждение Славы Божией Иной может быть Будет находить Различие Между названиями Где там Пасти агнцев И овец Между словами Питать и паси Под агнцами Может быть Разумеется Начинающее А под овцами Более совершенное Итак Кто любит Христа То должен иметь Попечение Об агнцах И об овцах Должен питать Агнцев То есть иметь Над ними надзор Более простой И пасти овец Что указывает На высшее руководство Иногда Впрочем И совершеннейшее Нуждается В нежном попечении И приставники овец Должны кормить их Пасти Выражает Надзор Более строгий А питать Более нежный Что же мы воздадим Господу Который так Возлюбил нас Что признаком любви К себе Поставил Попечение Об его овцах Конец толкования Все понятно Я когда читал Златоуста Сколько там Семь слов Священствия У него есть Труды такие И он приводит В пример Что Единственная Забота священников Есть пасти Именно своих прихожан Не прихожан А свою общину Верующих людей Что единственно Когда Христос спрашивает Любишь ли ты Христа Да То Паси овец Единственное выражение любви Ну у нас православие Немножко С этим делом попроще Священное писание Отошло на другой план К сожалению Поэтому Овцы должны Теперь пастись Пастись Почти сами себя пастут Сами ищут поля Лужайки Источники Вод Пастыри Где-то себе ищут Там как получится И уже сами насыщаются Иначе просто От голода Или от холода Запаршивят И просто помрут Как все остальные Чем мы занимаемся Тут интересно Когда сказано Когда Когда Состаришься То простроившие руки Победут тебя куда не хочешь Толкование говорит Что Да Даже мученики за Христа Все равно не хотят умирать Господь нас вложил Такое Желание жить Может тебе и сто лет будет И сто двадцать И Вот ты понимаешь Что там впереди вечность И встреча с Богом И все равно Как-то неохота Расставаться Для этого Он себя испытал Вам тогда Вы тем более Испытали Что Мученик Не мученик Все равно Неохота Господь вложил нас Это желание Жить Это Я же последний взял Когда я работал В Освите А в Освите Там маленькие Ставки Одним словом Слава Богу За то что есть Хотя бы эту не забрали Не записал Две четыреста Гривен За сорок лет Трудового стажа По трудовой книжке У вас пенсия Две тысячи четыреста гривен Это Ну я не знаю Только если свой есть Огород какой-то Там можно еще Овощами прокормиться Огородик Там Возле хата Курочку Вот Человек Этот Девять с половиной Он работал Там В Верхах Понятно В правительстве Там Возлеилщенко Это Такие Белые люди Интеллигенцы Или Элита У него сын Получает Сто двадцать тысяч Зарплаты Где-то Иностранной фирме А Ну там Может быть Ну для меня это Конечно тоже Непостижимое За что такие деньги платят Я тоже Шесть дней в неделю Бывает работаю Там С утра до вечера Выхожу Приезжаю И то столько В десять раз меньше Получаю Чему Тут Этой больнице Только такие Я же так Немножко Поразузнал А я среди Белые вороны Тут все такие Знаешь Городские Там Ченуши Там Пенсия Знакомств А я попал Среди их Как Как не тот Это значит Городри Бомж Если в рубли перевести Это где 400 Это получается Ну В три раза больше Ну даже меньше Чем в три Меньше Там два с половиной Может где-то Четыре восемьсот Может шесть тысяч рублей Думаю А это мне С этим самым Я бы сюда не поехал Дочка Слава Богу Что так Понимаешь Это милость Господня Это все С позиции Вечности С позиции Библии С позиции Это милость Господня Три года Я Страдал Это ответ Ну конечно Я не роптал Я просил Бога Господи помоги Господь помог так Что я даже такой Не ожидал помощи Кто что взял за руку Меня сюда привел Располовил сердце дочки моей Она работала на одной работе Ей это мне понравилось Она оттуда уходит Ну это все Как промысел Божий Я смотрю И поступать на такую работу Ну это по медицине Там какие там Торговые представители Первомайские там Открывают такую должность Ну туда попасть уже тяжело Это все через Киев Где там был конкурс Но Первый конкурс Николая проходит Кто прошел Их в Одессу направляет А кто не прошел Все являются Уже в Одессе Десять человек осталось на Киеве А Киев тут уже остаточен И в Киеве из десяти Она одна прошла Я взяли на работу У нее непосредственный начальник Николаеве Это та самая главная контора Трудовая и все Ну это дочка Приехала на Рождественские Каникулы Увидела мое страдание И она на работе Спрашивает свою начальницу Нет ли у вас Хорошего кардиолога Говорит есть Она дает адрес Вот этой Института этого Клиники Этого доктора А доктора А этот доктор не простой Это доктор Ой-ой-ой Она все время За границей Она тут бывает Два дня в неделю А то она все время в разъездах А это женщина еще Да Ага Я нам дала свой телефон Ну по телефону Созвонить Приезжайте Одиннадцать Мы приехали Берите свои документы Ну вот это все произошло Но когда она заговорила Это как Игнатий Тихонович Только По медицине Ага Такой голос зычный Ну она читает лекции Аудитория Она тут будет стоять А там В конце как микрофон Такой голос Моя дочь когда я записала Вот на телефон Правда там Звук слабший Одним словом Я приехал домой Это я скажу Я такой Я был в Первомайске Был в Николае Я был в Думанеке Ну они все по одном сценарию Врачи Пришел Молча послушал Молча ушел Молча принес бумажку Я написал тут Перечню этих Медикаментов Ну что Так гадая У нее рот не закрывался Она меня такие вопросы задает Ну даже не мне Этим врачам Я не знаю кто там ответит Профессионал своего дела Самое настоящее Да Из тех таблеток Что они там Николай назначили Она говорит Это не надо Это не надо Только вот это оставьте Покуда Мы тут не подберем Опять это оставим А я куда сюда ехал Когда У меня голова так Шуталась Ну мне жизнь была не в радость Не в радость Зрение Зрение Вот так Я тебя Только вижу силуэт Но Нет резкости Черткости Я даже ехать не хотел Потому что Думаю Ну как я доеду Я по дворе Ну и передвигаю Ну дочка Едем И тут Как-то доехали Переехали сюда Она мне надела Этот холтер Такой есть прибор Который изменяет Работу сердца В течение суток Холтер называется Кардиограмма там делает Только в этот момент Когда снимают Это суточный замер И я работаю с сердцем И подавление Такого перебора я не видел Она мне вцепила Утром В субботу Отойдите на проходной Там выходной Думаю Как это Я чужой человек Он наверное стоит тоже Тысячу пару долларов Да да И я Утром в субботу дождаюсь Мне там Переначивали Одной знакомой Она тут работает дворником У нее такая комнатка В подвале Как бомжатник Там тараканы Там у нее такой Антисанитария Ну Что сделаешь В то утро прибыли Отдали эти приборы И поехали домой А с недели Она говорит Позвоните Я скажу Что дальше делать Ну когда я приехал Домой На второй день Уже меня немножко Я думал Как я выдержу Таблетки Она ограничила Три раза Я четыре Пять раз В день В сутки Мне так было плохо Ну думаю Рассказал Доктору Надо Соблюдать Я три Думаю Я не выдержал Не выдержал На второй день Смотрю У меня голова Меньше И зрение И зрение Как-то так На третий день Еще лучше На четвертый день Уже мне голова Перестала шататься И я различаю Ну резко Все Я лучше почувствовал Вот это да Вот это да Вот это да А потом Мы же второй раз приехали В 15-го Она меня на УЗИ направила Вот такое Ну оно называется По-научному По-другому Эхо там как-то Ну по-нашему УЗИ Там такой прибор Не такой Как-то Тыпы монитор Цветной Клава Такая Он только Притыл эту Застав month И на эти клавиши Нервник 25 Ооо У но вы тоже мне крайний случай только можете скинуть вызов я буду перезванивать у меня денег побольше будет работаю и как сколько лет уже это женщина когда я увидел коридоре сидим она ждем я представляю что такое возраст это такие молодые как девчата музыка для ушей да я пошел на это узи никакого инфаркта это приблуды это она виновата вся до то есть от него вам пользы не было получается этого аппарата никакой вообще страховал как бы все узлы с собой связаны а вот так как курили у себя в молодости не курили никогда может как эти болезни я уже читал интернете но этих признаков но какие-то они близко подходят физические труд и изнеможение я на трех работах работал и дома там измерял себя трудом там это тоже может быть спровоцировать это самое потом там стрессы какие-то такие вот я не пугнику и вот это отпадает сразу меня проверяли на коронография что инфаркт это забитые сосуды николая проверили там все чисто вот это нашли причины давай меня сюда на кольку двадцать мы положили это убрали но я поставил а теперь она мне с помощью это было подобрать чтобы я дома себя чувствовал ведь этот аппарат для того чтобы человек чувствует себя лучше но не хуже а я спасли николая претерпели в общем претерпели вас это милость господин а самое главное не подчинение этот как хирург которыми операции эти другие велики занимают зав кафедрой аритмии это института представляет какая профессор преображенский почти его это собачьем сердце человек и слушал когда мне отсюда зашла и мне мои документы взял она расскажет уже анализы я сдавал там узи там это холдже она тут так говорит он рот раскрыл я всю жизнь старше меня 28 год по не киевским институтом по киевским клиникам но не простых а таких и вам особо было там такой работа на сбору это специалист свое дело так что я думаю что еще буду жить так она говорит вам еще еще молодо надо еще жить не думайте мы уже там дома ли все распределение высокому куда шоком делать как отходной это не думать она подняла нам настроить настроение интерес что нам не завтра скажет не знаем ты дешевый проверять не настройки этого аппарата очень сложно там сколько функций как открыл монитор этом сорта этих языках наших ну таки жизнь человека в руках у него это просто не доверить каждому то всю историю общем вашей сердцебиение такой прямоугольник вниз желтого цвет провал и дальше обратно это что-то было какое-то это батарейка надолго функционирует может там же идеально 10-12 лет но я такого же спрашиваю где же по повторному 6 7 смотря как будет работать батарейка она не постоянно работает на только когда сердце дать надо толчок нам сердце заработала и она отключается потом когда пусть падает обратно бред толчок сердца и отличается ему атаку часто мой редко хотя я встречал людей в одиннадцать год не меняли батарейка но то однокамерные камерные больше 6 никого не ну даже шесть лет это коробочка метод не трудно вырезал это что он там отсоединяется на этих ангел такие вот провода вставляется туда ну футин входы в общем тинжи джеки потом зашил там же электрод не надо этот электрод на 15-20 лет рассчитывать он там может еще быть только меняется эта коробка батарейка не меняется полностью эта коробочка меняется вы мне сейчас напомнили я читал когда джека лондона еще это было еще там когда он жил там полвека назад и он уже пишет книгу когда у него что-то с челюстью случилось ему поставили вставной какой-то зуб там все поменяли вы тоже технологии такие говорит пришли в наше время и уже тут у меня народные части телом не находится вот тогда уже прозревал что человечество уже приходит прогрессу ну который антихрист обратит конечно же конце концов на себя все ну а вся беда наша это тут такое место одно единственное наши края там николаевска николаев области района специалистов нет оборудования нет там по старинке лечит эти препараты давно уже не изжили себя они новых не знают и не хотят знать давник мотивации никакой нет спонсирования нету условий нету они куда-нибудь стремится татьяна на полставки работы а то даже 025 это даже есть семейный доктор даже все знают ну что он может знать одним словом все идет на уничтожение медицины ну и нас я бы сюда не переехал на свой пейс это мне душа дочка помола тогда я тоже сюда попал а вы так какой-то вас интернета получается есть раз вы канал этот встретили гнатия тихоновича и все это вас компьютеры есть ну как то может напишешь свой на это самое по skype адрес я тебя наберу как будет дома и можем по skype хорошо хорошо что я буду уже сами держать пакет это не подходит я да мне ваша мне ваш не подходит тебя ко мне ехать тоже далеко не не смысла так думаю как раз момент и тебе близко до киева да да мне тут говорю что-то а я на будущее как они мне уже выпишут да да может самом деле были бы мы простые православные я бы может он сами там какие-то храмы там святыни в киеве посетили если вам это интересно но на самом деле там да там одна я там когда бываю там проходом даже одна печаль все кроме торговля торговля там ничего духовного не пахнет у нас по телевизору спутниковый канал это канал союз и тогда смотрю благослужения воскресные и утром меня это устраивает в 5 утра и всем утра утренние молитвы а вечером девять вечера и в 11 вечерний молитвы и бывает такие одни там хорошие проповеди но не они редкие от вас на какие-то кругом набор слота мне чего слушать такое время занимает это я смотрел тут такого нет канала тут украинский канал канал союз а есть еще спас на там тоже такого нет . смотри их религиозный канал спас но там такого нет его связь мне там патриарха показывает его поездка там я встречается этом проповеди но такой интерес нечего послушать там молитва за украину когда он молится кирилл патриарх кирилл за украину нет каждого служения я дал команду по всем храмам а за мир в украине именно вот это за востоку а за раскол я понял ну да у нас же сейчас на на проповеди несколько месяцев назад читал ера наш архимандрит по постановлению украинского этого синода что кто потом будет иметь общение с уп цену этим филаретовским точнее епифаневской церковью кто будет там причащаться тут уже как бы все же предан анафеме по полной программе даже с ними говорить нельзя будто бы да и кто может их все пересматривать никто не может все пересматривать хотя бы выборочно можно смотреть кратко там новости какие не это нужно человеку верующим как событие развивается станет развитие да да больше так и дом по хозяйству растопить печку нет там дровами и углем нас и нас есть на такие цены что мы раз пользуемся только для это линии пищи на спитку а какие-то субсидии на вас распространяется там дает 700 гривен на этом году 800 гривен это даже 100 кубов нету также мы только в субсидии но еще хорошо что дают деньгами 5 день пенсии это все сразу на киев раньше было такое они туда газовое хозяйство отправляли это не считывали я должен только брать газ а теперь дает наличкой а вот воскресное богослужение получается вот нет возможности посещать я не могу стоять нас так посидеть там до пили но так-то 40 исповедоваться там даже причаститься тоже есть возможность у священника утром принимая таблетки чтобы этот таблеток он меня причастил там запасными даром слава богу потихоньку домой а в этот последний год они ходят потому что я никакой боюшую не буду упаду еще хуже будет а потом это все привести как она была она куча таблеток увеличила дозу лучшим одним словом я пока держался на том что я слушаю возслужение по телевизору вот интернете на тетях и все это моя такая подпитка духовная река теперь но если мне это все дело поправить прямо наверно в храм скорее ну да слава богу халбов все хорошего уже не крутится тебя вижу хорошо таблетки подберут пленого диета там не все это подходит у нас пластин это диета называется это для меня я не чувствует нам каких-то нашим ощущение но когда уже готов когда сам постишься регулярно то ничего нового сердечная болячка на новое сдержание там дали чайков переедание то что у нас такое без страх уточняя себя одним словом надеюсь еще пожить как можно всего руках божьих конечно хочется без дрова не жить еще хвост когда же смерть вот-вот стучится все так хоть только вроде бы на пенсию пошел вроде бы такого но мы посвятил жизнь в этом душе там больше читать больше слушать больше молиться больше там возле дома татрах бах вот это болячка сердце прихватил но у бог все равно я верю что он как можно лучше для нас сделает в этом и одно думаю о бог у бога другие планы ободрили вас на ну доктор есть доктор написано как там в писании этот что и врача бывает успех добрый господь дает так тому что вы оказывается потерявки были еще восемьдесят девятом году и попали в кадры фильма это предчувствие 2 крич ты какой-то вам борщик принесли до суп с квасолью каша перловка это какая-то икра так вас тут ну хорошо аппетитно конечно села но попрощались мы с александром цихоцким увидимся мы после не увидеть